Волейболисты Оренбургского нефтяника В последующий сезон из-за пандемии завершился намного раньше. Соответственно, каникулы увеличились очень существенно. Есть моменты, когда ты сам себя готовишь, а в период пандемии не всегда получалось это делать. Именно в каких-то тренажерных залах все закрыто. Приходилось улицы, дом еще как-то. Четыре месяца долгий перерыв для профессионального спортсмена. Уже соскучились прилично и по физическим нагрузкам, и по мячу волейбольному скорее бы уже выйти на поле. Чтобы конкурировать с лучшими российскими клубами, необходимо усиление. В Оренбурге остается костяк с прошлого сезона. Подписаны контракты с пятью игроками, причем некоторыми уже выступавшими за Оренбургский клуб. И ряд волейболистов находятся на просмотре. Нефтяник собирается доказывать скептикам, что представляет собой серьезную силу. Будет тяжело. Некоторые специалисты нас записывают в усадеры, потому что мы позже всех формировались и самыми последними объявили нас, что мы будем участвовать в Суперлиге. Но это лишний стимул для работы и доказать обратное. Два последних сезона в высшей лиге Оренбургский клуб – один из явных лидеров. Но одно дело бороться с Тарханом или Магниткой, при всем уважении к ним. И совсем другое, когда тебе противостоят фавориты лиги европейских чемпионов «Зенит», «Кузбасс». Очень много желания внутри. Прям вот уже не можем дождаться, наверное, когда выйдем на площадку, чтобы проявить себя, чтобы дать бой вот этим грандам и показать хороший волейбол и порадовать болельщиков. После работы на земле следующий этап сборов – середина августа. Три недели в зале. После чего предстоит старт в Кубке страны. Анатолий Юдинич, Игорь Бероев. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok